Как автоматизировать задачи продвижения товаров и эффективно планировать промо-активности с помощью OptiMacros? В этом видео я расскажу про один из вариантов реализации задач, стоящих перед маркетинговой службой компании. OptiMacros решает задачи интегрированного бизнес-планирования, объединяя данные различных подразделений компании в единый контур, включая службу маркетинга. В нашей модели рассмотрим процесс со стороны руководителя департамента маркетинга компании и со стороны рядового маркетолога, задача которого – анализ эффективности продаж конкретных товаров и стимулирование их сбыта путем запуска промо-акций. Итак, я – сотрудник отдела промо-маркетинга, отвечаю за стимулирование сбыта путем запуска промо-акций. Моя работа начинается с изучения динамики фактических продаж и бейзлайн прогноза. Эту информацию я получаю из контура планирования спроса. Получив очищенный факт и бейзлайн прогноз продаж, я оцениваю емкость сбыта без учета промо-акций по товарным категориям и отдельным позициям в разрезе канала сбыта или клиентов. Например, я вижу, что продажи апельсинового сока с мякотью упали по сравнению с предыдущим периодом и товарная позиция требует детального анализа. Посмотрим на эффективность уже проведенных промо-акций и их влияние на динамику продаж в календаре. Календарь позволяет неоперативно выявить позиции, по которым промо-акции проводились редко, а также проанализировать эффективность механик и скидок на конкретных товарах. Далее я работаю с календарем утвержденных акций, в котором собраны уже согласованные руководителем промо для всего горизонта планирования. Этот календарь помогает мне увидеть потребность в запуске новой акции и выбрать подходящий период для проведения. Например, для промо-акции апельсинового сока подойдет июль. Определившись с периодом проведения, я создаю новое мероприятие. Оптимакрос поддерживает функционал оптимизационных решений и в этой модели я использую алгоритм оптимизации, который рассчитывает наилучшую продолжительность и процент скидки на основе исторических данных для выбранного нами вида промо-акций. ATL, то есть стандартная реклама с широким охватом целевой аудитории. Или BTL, креативные акции, направленные на повышение интереса и лояльности. Для апельсинового сока я выбираю вид BTL и тип акции ценовое промо. Планирую бюджет, заполняя соответствующие статьи расходов с учетом выбранной механики. Теперь я запускаю алгоритм оптимизации и точечно корректирую параметры, такие как продолжительность мероприятия или затраты. На основании введенных данных система рассчитает прогноз эффективности, а с помощью функционала сравнения сценариев я выберу ну и лучший и отправлю его руководителю на согласование. Теперь рассмотрим процесс принятия решений с позиции промо-менеджера. Задача руководителя – контролировать эффективность завершившихся акций, управлять бюджетом и планом запуска будущих промо-активностей. Как руководитель службы маркетинга я вижу на персональном дашборде все заявки, отправленные моими сотрудниками на согласование. На основании анализа ожидаемой валовой прибыли и окупаемости я принимаю решение об утверждении или о необходимости корректировки отдельных промо-мероприятий. Отправленные на корректировку промо вернутся на дашборд маркетолога, а согласованные отразятся в разделе «Утвержденные промо». Как мы видим, OptiMacros позволяет выстроить эффективный процесс управления промо-активностью, включая обмен актуальной информацией между подразделениями и отдельными информационными системами контура планирования промо, систему согласования, четко разграниченные права доступа отдельных сотрудников к функционалу и данным в модели. Работа руководителя не заканчивается на согласовании отдельных акций. Следующая моя задача – это верхнеуровневая оценка бюджета на маркетинг. Система помогает мне оценить эффективность промо-бюджета с необходимой мне детализацией, в том числе статьям расхода и динамики изменений. На своем дашборде я вижу прогноз эффектов и ожидаемые KPI от утвержденных промо в нужных мне аналитиках, по товарным группам, по клиентам или каналам сбыта и конкретным акциям. Результатом работы маркетинговой службы является утвержденный план промо-акций с его влиянием на итоговый спрос, а также прогноз бюджета. Эти показатели используются как базы для выполнения дальнейших задач самого подразделения и передаются в качестве входящих параметров другим подразделениям в контуре интегрированного бизнес-планирования. В частности, согласованные промо необходимы для корректного формирования прогноза спроса, а прогноз расходов на продвижение станет частью итогового бюджета доходов и расходов компании и повлияют на БДДС и прогнозный баланс. Чтобы узнать больше о том, как Оптимакрос может помочь вам в задачах планирования, анализа и контроля над результатами вашего бизнеса, просто закажите персональную демонстрацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова